С тех пор, как от нас ушел великий русский поэт Сан Саныч Иванов, казалось бы, жанр поэтической пародии оканул в лету. Мне стало несколько обидно. Я решил попробовать себя в этом жанре, хотя я прекрасно понимаю, что мне не подняться никогда до уровня, мне никогда не подняться до этого таланта, как Сан Саныч Иванов. Я свое место в русской литературе знаю. Однако, вот, что-то решил попробовать в этом жанре, впрочем, ценить вам. В журнале «Огонек» за 1986 год я нашел такие строки поэтессы Инны Линянской. «Все в моем доме давно мне наскучило, кисть и пейзаж на стене, а мастерская, где делают чучело, очень понравилась мне». И я написал ролик, который называется «Однажды в мастерской». На стуле, сидя, наблюдал, как начиняют трупы. Настала очередь дедала, и принесли шурупы. Здесь, в мастерской, кругом лежат все заготовки чучело. Толстой, куинжи и маршак их голый вид наскучило. Из мастерской бы я ушла, но к стулу будто бы прибили. Вдруг сзади тетка подошла, и тут меня распотрошили. Мне встретились, как-то так, случайно набегу, строки поэтессы Юлии Друниной. «Я зиму нашу нравную люблю, метель, что закружилась в охмелю, люблю крутой мороз огневощекий, не здесь ли русского характера истоки». И как-то сама собой вышла пародия, которая называется «Воспитание характера». «Скрывать не стану, что люблю, я голым бегать в охмелю. Люблю особенность зимой, в сугроб зарыться с головой, все потому, что русский я и носит русская земля. Потом меня, конечно, уловят, у всех веревки на готове, несут домой, подносят водки. Я становлюсь, как будто, кротким. Все ждут, что стану извиняться и пьяно-глупо улыбаться. Я никогда не извинялся. Так мой характер закалялся». Прочитал стихотворение Вадима Сабинина. И вот у него есть такие строки. «Я помню давнюю весну, тринадцать мне, в разливе Волга. Еще я не влюбился толком, но, кажется, вот-вот начну». И написалась пародия, которая называется «Вспомнить все». «Я помню лето, чусовую, река в разливе, широка, и красоту то незимую, что наблюдала издалека. Она плескалась за буйками, прекрасно тело и лицо, а между тем все ближе к камне ее течением несло. Я был здоров, еще не сед, ведь было мне тогда шесть лет. Я встал и сел, опять поднялся, а курок смело затушил. Я в этот день уже купался, но делать что, спасать поплыл? Я плыл за девушкой и злился. Вдруг все хозяйство застужу. В нее я даже не влюбился. Вот подплыву, и что скажу? Плыву, что сел, и понимаю, стрекочет мысль в моем мозгу. Не то, что как-то утопаю, но кажется, вот-вот начну.